Добро пожаловать на Психомагию 33, с вами Эскандер Джин, и сегодня просто глубочайшая тема. По вашим запросам, по вашим заявкам, по вашим пожеланиям в комментариях, тема женской самооценки. Узнайте о самооценке, все самое главное, за недолгие 8-9 минуточек. Начинаем прямо сейчас. Женская самооценка. Женская самооценка определяет практически все в вашей жизни и в вашей реальности. То, насколько еще с малых лет девочка уверена в себе, определяет и ее первые какие-нибудь спортивные достижения, первые успехи среди сверстников, ее интеллектуальные достижения, ее способность быстро развивать свой эмоциональный интеллект, общаться с другими людьми, находить контакты, дружить, потом выстраивать первые любовные отношения, потом выстраивать отношения со всеми людьми, которые вокруг нее. В общем-то, это просто огромная кладезь для успешной судьбы. Но сегодня мы говорим именно о том, как определить, что у вас, возможно, низкая самооценка и с ней нужно начинать работу как можно быстрее. Именно о пяти признаках низкой самооценки говорим прямо сейчас. Первый и ключевой признак звучит как боль от критики. Представьте на секундочку, что вас кто-то оскорбил. Не знаю, где-нибудь в очереди кто-то вам сказал, что может быть у вас есть лишний вес, или кто-то вам сказал о том, что вы некрасивая, или кто-то вам сказал, что вы недостаточно умная, или работодатель сообщает вам о том, что вы сделали свою работу неправильно, тыкает вам, прям носом вас тыкает в ваши же ошибки. Какова ваша реакция? Можете ли вы любую критику в свой адрес от любого человека в любой ситуации достаточно легко принять? Да, с небольшой грустью, да, с неприятными эмоциями, но принять и отпустить. Либо эта критика остается с вами на часы, сутки, а может быть даже недели, а может быть подавляется внутри, сидит внутри, напоминает о себе и портит потом месяцы вашей жизни. Потому что если вы очень болезненно реагируете на какую-либо критику даже в социальных сетях под вашими фото или под вашими видео или где-то еще, то это первый и очень значимый признак низкой самооценки. Второй признак того, что ваша самооценка приближается к уровню плинтуса, звучит как зависть. А если быть точным, чаще всего это зависть к себе подобным. То есть, если вы девушка, то это зависть к подругам, если вы мужчина, зависть к друзьям. И очень часто к близким подругам и к близким друзьям. Потому что, в общем-то, завидовать какому-нибудь голливудскому актеру или какой-нибудь мировой звезде, а что завидовать-то? Она там, а я здесь. А вот Танька моя, с которой мы вместе учились и прожили вместе 5 лет практически под одной крышей, внезапно что-то у нее все поперло, вот тут-то становится иногда больно. А вам становится? Напишите в комментариях, если все-таки иногда вы чувствуете зависть. Если вы зависть проработали полностью, так же напишите в комментариях. Будет интересно посмотреть, сколько у нас людей признаются, а сколько нет. Так вот, мы чаще всего завидуем людям, с которыми мы находимся в общем поле, которые нам близки, с которыми у нас много общего, потому что именно с ними наше эго любит конкурировать. Именно с ними нам хочется себя сравнивать, что является как раз-таки одной из ключевых причин низкой самооценки. Именно из зависти к подругам на их достижения, когда вы смотрите, и вам вроде бы должно быть радостно. Вместе с подругой порадуйся за такого обалденного жениха. Вместе с подругой порадуйся за то, что вот она худеет все больше и больше, а у тебя что-то лишний вес, целлюль, а она выглядит вот как ничуть не хуже, чем 10 лет назад. Так порадуйся этому, понаслаждайся. Но ведь внутри вот этот вот змей какой-то начинает проступать, кусать, жалить и вызывать желание. Блин, наверное, она проститутка все-таки, да? Наверное, это все мужик ее вот этот вот, да? Наверное, у него бизнес недобропорядочный, да? Зарабатывает он на какой-нибудь ерунде, наверное, незаконный, да? И хочется, хочется увидеть и найти недостатки в этих людях, которые вас окружают. А иногда не получается, и от этого грустно. Ну или обратная зависть тоже в этом пункте, это когда вы радуетесь несчастью других людей. Вы узнали, что ваша подруга развелась, и вы про себя, «Ес, ну наконец-то, а я-то, я-то теперь тоже, я-то теперь свободна, я-то еще ни разу не разводилась, а она уже вон, и женилась, и ребенок у нее теперь, вот пускай помучается». Не очень хорошая модель, не очень хорошее восприятие реальности, я вам скажу, которые свидетельствуют о вашей низкой самооценке, потому что человек со здоровой самооценкой действительно умеет радоваться успехам других людей. Потренируйтесь в этом и поработайте с этим уже сейчас, уже смотря это видео. Третий параметр – это обидчивость. Да-да, каждый раз, когда вы обижаетесь на своего партнера любовного, обижаетесь на своих родных и близких, хлопаете дверь и уходите, пишете или говорите «ой, все», или просто с кем-то не разговариваете длительное время, или после какого-то неприятного момента предпочитаете специально не отправлять сообщения и не звонить, и не писать этому человеку, потому что последняя коммуникация вам не понравилась, да? Вы же так иногда делаете, наверное. Я когда-то, может быть, тоже делал, но поверьте мне, жизнь без этого гораздо лучше, потому что обидчивость – это всегда признак низкой самооценки. Ибо когда мы были маленькими детьми, мы через обиду манипулятивно привлекали к себе внимание и учились жить жизнью энергетических вампиров. Имейте, пожалуйста, это в виду. Четвертый компонент, который указывает на то, что у вас низкая самооценка – это ревность. Ревность представляет собой привычку все время цепляться за своего любовного партнера и ни с кем им не делиться. Держать его рядом с собой, следить, чтобы никто его не утащил, не увел. Всегда быть с ним в общем поле. Потому что когда вы ревнуете человека, вы, в общем-то, просто говорите ему, «Я боюсь тебя потерять, и мне страшно, что будет, если ты от меня уйдешь, потому что я не уверен или не уверен в том, что я смогу найти себе кого-то еще». Вот что вы говорите человеку в приступе ревности. Вы не должны оправдывать ревность как эмоцию. Ни в коем случае вы не должны говорить, что ревновать – это нормально. Это атовизм, с ним нужно работать. И поверьте мне, жизнь без ревности превращается в кайф. Отношения без ревности превращаются в здоровые отношения. Мы живем не в том веке, когда вашего любовного партнера, ударив дубинкой по башке, может увести какой-то конкурент к себе в пещеру. Нет, мы живем в эволюционную эпоху хома деус, которую я вас, в общем-то, через психомагию пытаюсь подводить. Ибо духовный человек не склонен ни к обидам, ни к ревности, ни к зависти. Ну и, в общем-то, к критике он также открыт. И именно такой человек обладает очень высокой самооценкой. И теперь самый интересный, пятый пункт для тех, кто досмотрел до конца и поддержал тем самым наш канал, звучит следующим образом. Синдром, избегающий привязанности. Вы, наверное, даже где-то слышали об этом. А если не слышали, простым языком, как всегда, психомагия. Я, Эскандер Джин, рассказываю вам о том, как это работает и как это устроено. Человек, у которого низкая самооценка, боится даже здоровой привязанности. Что это значит? Ну, например, человек, который очень ранимый, очень чувствительный и очень нецелостный пока что, боится вступать в любовные отношения только потому, что чем ближе к нему подойдет партнер, ну, на духовном уровне, на интимном уровне, на социальном уровне, тем больше он может вас узнать или его узнать. И когда тебя очень хорошо знает человек, когда он знает тебя глубоко, все твои потайные камни, он может задеть какие-то стороны тебя, которые ты отказываешься признавать. Например, какие-то деструктивные качества своего характера, какие-то болезненные зоны, которые ты прячешь от внешнего мира, а тем более ты прячешь от тех людей, в которых ты можешь влюбиться, и мнение которых станет для тебя авторитетным и очень важно. То есть, оказывается, избегающая привязанность раскрывает нам очень интересный момент, что есть в психомагии понятие зацепки. Это когда вы просто чувствуете, например, что вы зависимы от человека, а есть в психомагии понятие здоровой привязанности. Вот, например, когда ребенок чувствует свою маму, у него возникает естественная здоровая привязанность. Она еще называется импринтингом, желание как бы следовать за мамой, желание быть рядом с мамой, потом со взрослыми. Но если у ребенка не будет привязанности к матери, он вряд ли сможет выжить в этом мире. Но с другой стороны, если он хочет питаться маминой грудью и в 3 года, и в 4 года, и в 5 лет, ну как бы, сами понимаете, ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому здоровая привязанность должна быть в паре. Здоровая, адекватная привязанность возникает у людей, у которых все в порядке с самооценкой. Потому что ты понимаешь, вы живете вместе, вы любите друг друга, иногда хочется обнять любимого человека, иногда поцеловать, иногда вместе куда-то поехать, иногда вместе поваляться. Но вы при этом абсолютно друг от друга независимы. И ваша привязанность обусловлена тем, что ты иногда по человеку скучаешь, ты его не видишь там неделю, ты соскучился. Это абсолютно нормально. Но это здоровая привязанность. А мы говорим про избегающую привязанность к человеку, у которого очень низкая самооценка, который боится устанавливать глубокие дружеские и любовные отношения даже с теми людьми, которые ему близки. И такой человек на старте отношений может просто спрыгнуть с этих отношений. В последний момент кто-то даже умудряется убегать из ЗАГСа в момент предложения со страхом, с бешеным, с жуткой панической атакой. А кто-то и вовсе находится в состоянии, в котором просто никого к себе годами не подпускает, боясь столкнуться со своими недостатками, с необходимостью над ними работать. Ну что ж, если у вас все пять пунктов из этих пяти, то я не могу вас поздравить, ибо у вас действительно очень низкая самооценка. Четыре пункта из пяти – низкая самооценка. Три пункта из пяти – самооценка ниже среднего. Два пункта из пяти – самооценка средняя. Если у вас один пункт из пяти – выше среднего. Если у вас ноль пунктов из пяти – я вас поздравляю, у вас высокая, здоровая самооценка. И в общем-то все у вас прекрасно в вашей жизни. И с личностью, с характером не так много работы, как для тех, у кого эти пункты еще присутствуют в жизни. Огромное спасибо за то, что досмотрели до конца. За палец вверх, за комментарии, в которых вы отписываете свои эмоции от просмотра этого контента, от углубления в эту информацию. Огромное вам спасибо. По развитию себя и развитию своей личности я прикреплю эксклюзивное предложение, о которых в прошлых ссылках на канале вы вообще не видели. Оно называется «Трансформация личности». Это самый крутой курс психомагии, потому как вы можете привести в порядок вот это все. Ну и там еще прикреплю ссылочку на судьбоносную 400, где тоже мы разбираем эту тему очень глубоко. Те, кому это очень актуально, добро пожаловать. Переходите по ссылочкам, а всех остальных просто сердечно благодарю. Благодаря вам этот канал летит в топчики. Спасибо огромное. Счастья, любви и гармонии. Это была «Психомагия 33». Продолжение следует... Продолжение следует...